В Ереване 11 вечера. В клубе Малхаз нет ни одного свободного столика. Зритель ждет главного героя, легенду джаза Ливона Малхасяна. Вот уже на протяжении 18 лет он выходит играть на сцену своего клуба. Маэстро встречает аплодисментами и овациями. Родился Ливон Парурович в Ереване 1 января 45 года, но это по документам, а на самом деле 24 декабря 44 года. Родители решили записать его через восемь дней после рождения, в первый день нового 45 года. Любовь к джазу появилась, когда юному Ливону было 15 лет. Он поймал на радиоприемнике волну «Голос Америки» передачу о джазе и с этого дня не мог оторваться от этой волшебной музыки. Ливон Малхазян самоучка и не имеет музыкального образования, но закончил Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени Брюсова по специальности русский язык и литература. Здесь он также возглавлял баскетбольную команду. Уже в университете во время учебы создал первое джазовое трио вместе с барабанщиком Арменом Тутунджайном и контрабасистом Артуром Абрамяном под названием «Ливон Малхазян с трио». Благодаря Ливону Малхазяну в Ереване были организованы международные джазовые фестивали, на которые приезжали мировые звезды джаза. Про награды. В 2008 году получил орден Российской Федерации имени Ломоносова с лентой «За пропаганду и распространение армянского джаза за рубежом». В 2013 году получил звание народного артиста Республики Армения и множество других наград. Женат на пятикратной золотой медалистке по плаванию и известном рентгенологе Нине Тер Казарян. Их дочь Ирина Малхазян – композитор и певица. Преподает в Ереванской государственной консерватории имени Камитаса. Ну, а обо всем остальном Ливон Парурович расскажет в интервью. Я очень хотела снять с вами интервью по двум причинам. Первая причина – это, ну, во-первых, вы легенда джаза, да, не будем скромничать. Во-вторых, я дочь музыканта, я уже вам говорила об этом, мой папа джазовый музыкант, он играл на барабанах, да, и у них было такое трио, три брата, которые играли джаз. Ну, помимо того, что папа занимался как бы предпринимательской деятельностью, да, его многие так знают, но джаз, он шел с ним по жизни. И вот с детства я слушала джазовую музыку, к нам приходили родственники, каждый играл на какой-то инструменте, кто-то на барабанах, кто-то на фортепиано, кто-то на банджо, то есть разные инструменты, и у нас был вот такой вот джемсейшн дома. Понятно. Да, и с детства я впитала эту музыку, полюбила джаз. Вот как было это у вас? Как вы полюбили джаз? С чего все началось? Вы знаете, это произошло где-то в 15 лет. В 15 лет я через радиоприемник совершенно случайно, где-то в половине двенадцатого ночи попал на американский канал, который назывался Time for Jazz, как я потом понял. Вел этот канал знаменитый джазовый критик Уилли Скановер. Он несколько десятков лет вел эту программу. Я случайно попал на этот канал на короткой волне. Глушили невероятно. То есть музыка подходила волнообразно. Глушили волнообразно и так далее. Но через даже эти глушилки я на допотопном магнитофоне бобильном начал записывать все это. Так? Впервые я услышал божественную музыку на фортепиано и не понимал, что это такое. Я начал каждый день это слушать и каждый день пытался что-то записывать на бобины. Это какой год был? Это 60-й год, наверное. 1960-61 год. Я начал записывать все это. И как впоследствии от того же Уилли Скановера узнал, это был знаменитый джазовый пианист 20 века Аскар Питерсон. И вот я начал это все записывать и пытаться перекладывать на… То есть у вас дома было фортепиано, да? Да, «Красный октябрь» был у меня, пианино. И я пытался все это переложить. Это был жуткий труд. Потому что то, что можно было сделать вот так, я делал вот так. И года два я попеременно слушал его программу. Он передавал других пианистов тоже. И Герби Генкока передавал, и Эрола Гарнера, разные блестящие пианисты. Но запал я на Оскара Питерсон. Оскар Питерсон для меня – это десятилетка Чайковского, это музыкальное училище, это консерватория, и Гнесина в Москве. Все это для меня Оскар. Я 60 лет из своих 79 учусь на нем. У меня полная его коллекция. Полная. Абсолютно все? 53 диска у меня. Как вы их собрали? Я собирал все 60 лет это дело. Ну, виниловые, естественно. Да, в то время вообще сложно было что-то достать. Как вы доставали их? Никаких, ни лазерных, никаких. Ну и в принципе достать было что-то сложно. Я летел даже в другие города из-за диска. Специально за диска? Когда Табелеси, Москва, Ярославль, ну и когда начались мои, так сказать, музыкальные путь, это было где-то в 17-18 лет, я начал играть в разных составах. Полуджазовых, джазовых и так далее. В очень многих составах я играл. Ну вот вы заговорили о составах. Вы наверняка помните фильм Карена Шакназарова «Мы из джаза». Да, конечно. Его в то время посмотрели более 17 миллионов человек, несмотря на то, что джаз был, ну так сказать, мягко говоря, под запретом, да, и особо не приветствовался. И вот в этом фильме очень ярко показано, именно как музыканты пытались свою музыку передать зрителю и как-то вот работать в этом направлении. А что происходило тогда вот в Ереване здесь? Вы здесь жили? Я сейчас вам скажу, никаких запретов на джаз в Ереване не было. Поскольку приезжали много репатриантов в это время, в эти годы приезжали в Ереван, я их просил, чтобы они привозили диски «Оскара». А, то есть здесь, в принципе, проблем с этим не было, да? В основном, когда в Брюссовском институте русского и иностранных языков, который я окончил, в Брюссовском институте я организовал джазовое трио. Первое – в Ереване. В Ереване не было трио. Контрабас, ударные и раяль. Ну, а джазовые коллективы были? Джазовые коллективы? Первый джаз-оркестр Армении. У меня есть афиша пожелтевшая, порванная, где написано «Джаз Армении. Художественный руководитель Артемий Айвазян». И в самом углу дата рождения этого состава. Это был 1938 год. Ну, и в Союзе уже были оркестры Людвиковского, Утесова и так далее. Ну, и после Артемия Айвазяна эстафету принял Константин Орбелян, который около сорока лет руководил джаз-оркестром Армении. Были также Мелик Мавис Акалян, который руководил джаз-оркестром радио и телевидения. Мартын Вартазарян, Степан Шакалян. Это все были большие составы. Первый малый состав в городе Ереване, трио, в стенах Брюссовского института. Вы организовали. Я организовал, который через год превратился в джаз-квартет Леона Малхосяна. Он так и назывался. И мы начали ездить на всесоюзные джазовые фестивали. Куйбышев, нынешняя Самара, это 70-й год. 72-й, Ярославль, Одесса, Табелисси, Москва и так далее. По всему Союзу, да, получается? Это были джазовые фестивали, на которых нас приглашали. Но потом вы и сами организовывали джазовые фестивали в Армении. Но это уже много позже. Первый джазовый фестиваль я организовал в 1985 году. Всесоюзный. И позвал около 12 городов Союза. Мы это делали совместно с Министерством культуры и с Эгитяновским. Эгитян – это блестящий искусствовед. Он заведовал детским творческой организацией. Он, Минкульт и я. Мы втроем организовали вот этот джазовый фестиваль в 1985 году. Ну и, естественно, на следующий год я организовал второй всесоюзный, который, между прочим, превратился в международный, потому что совпало момент проведения фестиваля и приехавший голландский диксилент. И они тоже выступали в рамках фестиваля. Как приглашенные, да? Приглашенные, но не мною приглашенные, а армконцерт пригласил их. Ну и после этого были объективные причины, почему было землетрясение, потом война. Потом были объективные причины. Но мы все это время подпольно играли. Джаз жил. Джаз был, поскольку все эти, о которых я перечислил, Артеми Айвазян, Орбелян, Мартин Вартазарян и так далее, Степа Шакалян, они, это были джазовые составы. И в 96-м году возобновилась, когда уже закончилась эта война, в кафе «Поплавок», рядом с кинотеатром на Иви, мы организовали джазовое кафе, которое превратилось в своеобразный джаз-клуб. Там играли около 10 составов. Все время. Наши джазовые ветераны оставили очень хорошее джазовое наследство, эстафету которой взял не только я, но и наши пианисты. У нас была очень целая армия джазовых музыкантов. Ну, их можно долго перечислять. Это и Давид Азарян, и Арташе Скарталян, и Рубен Амирбекян, и Вахтанг Амирян, все они, и Врам Григорян, все они играли джаз. У них были свои составы. После моего вот этого маленького трио, они как грибы начали здесь вырастать малые составы. Трио, квартет, квинтет, секстет и так далее. И они очень активно выступали, не только в этом поплавке. А сейчас существует этот поплавок? Нет, после того, как я оттуда ушел, там прекратился джаз. Джаза сейчас там нет. 18 лет назад вы открыли свой джаз-клуб. А 18 лет назад, благодаря моим друзьям, чей был дом этот, они меня пригласили туда и сказали, если тебе понравится это место, мы разломаем и будем строить джаз-клуб. И мы целый год строили это дело. И открыли 18 лет тому назад, в день моего рождения, открыли этот клуб, который называется Малхас джаз-клуб. Который существует до сегодняшнего дня. И будет существовать, думаю, еще долго. Ну, посмотрим, как получится. Малхас джаз-клуб. У вас была мечта именно открыть свой джаз-клуб? Наверняка вот вы уже по миру ездили. Вы знаете, у меня было три мечты. Я довольно часто в интервьюх говорю об этом, и вам тоже с удовольствием расскажу. Первой моей мечтой было, поскольку я родился и жил в Ереване, безвыездно, гастролировал очень много. Я был больше в 50 странах мира. Но везде я оставался 13 дней. Не больше? Не больше. А почему такое число? Ну, так получилось. На 14-й я должен быть в Ереване. Это было и в Аргентине, и в Бразилии, и в Америке, и на всем Востоке. Ну, вам наверняка предлагали остаться где-то в городах. Да, я, естественно, не оставался ни в одной стране. Почему? Не хотели? Не хотел, потому что я здесь родился, здесь вырос, и люблю Ереван. Ну, у меня чуть ли не болезненное отношение к Еревану, и, слава богу, не медицинское. Да. Это любовь к городу своему. Ну, и потом начался Малхаш Джаз Клуб. За вот эти 18 лет у нас в клубе поменялось около 1000 составов. Серьезно? Прямо составов тысячу? Составов. А где все эти музыканты сейчас? Они все оперялись и улетали. Сейчас они половина в Москве, половина в Эмиратах, половина в Германии, половина в Америке. А сейчас у нас в джаз-клубе 7 составов работают. У каждого состава свой день. Так? То есть каждый день, да? Не то, что пятница, суббота. Нет, нет. Прям каждый день можно прийти и послушать джаз. Каждый день там с 9 до 12 играет с вокалистками, с вокалистами и так далее. Мы слушаем. Все, да. Вот это работа. Ну, я перейду к своим мечтам. Значит, первая моя мечта была попасть в Соединенные Штаты. Чтобы, так сказать, в ближнем бою посмотреть все это. Потому что там и зародился джаз. Ну, это было очень естественно. Это получилось в 90-м году. Я вместе с Генрихом и Гитяном улетел в Америку. Но первая моя поездка в Америку, после этого я раз 5-6 был там. Но первая поездка была Нью-Йорк-Вашингтон. Не армянский Лос-Анджелес. Нью-Йорк-Вашингтон. Где тоже достаточно много армян. Да, да. Армян весь не много. Я, сколько возможно было джаз-клубов, я каждый день ходил в джаз-клубе. Иногда в два клуба даже. В один день. Там, где возможно было джем-сессион поиграть, я играл. О, здорово. Там, где можно было послушать звезд американских, я, значит, с ними знакомился, обменивались адресами и так далее. И это первая моя мечта исполнилась. Второй моей мечтой было организовать в городе Ереване, где я родился и вырос, международные джазовые фестивали. Это мне удалось сделать 7-8 раз. Я пригласил в город Ереван почти всех американских суперзвезд. Всех почти. Чи Корея, Герби Хэнкок, Маркус Миллер, но я долго буду перечислять. Джордж Бенсон и так далее. Всех я пригласил. Вторая мечта моя тоже сбылась. Несколько раз. Я делал эти международные фестивали. В нашем оперном зале, в Большом зале имени Арама Хачатуряна и так далее. И третьей моей мечтой было иметь собственный джазовый клуб. Все-таки это была ваша мечта. И это получилось 18 лет тому назад, которую я держу до сих пор. Вот все три мои мечты. А о чем сейчас мечтаете? Я сейчас мечтаю тоже о четвертой моей мечте, о которой я вам не скажу. Потому что вы наверняка слышали опросник Марселю Пруста, французского писателя. И я хочу вам задать несколько вопросов, на которые можно ответить кратко. Ну, такие жизненные. Какие качества вы особо цените в мужчине? В мужчине? Да. Искренность и доброту. А в женщине? В женщинах, наверное, красоту и ум. А что вы больше всего цените в друзьях? В друзьях верность, доброту, непосредственность и, насколько возможно, честность. Какой вы считаете ваш главный недостаток? Ваш главный недостаток? Ну, у меня был и есть близкий друг Леон Агитян, который однажды во время моего тоста сказал, молха соткан из недостатков. Правда? Да вы что? На моем тосте вы пили за мое здоровье, и он выдал вот такой текст. Вот вам ответ. А достоинство? Так что очень много. А какой у вас девиз по жизни? По жизни? Да. Да. Играю как живу, живу как играю. А когда он у вас появился? Что? Когда он появился у вас этот? Очень давно. Очень давно. Потому что я 60 лет из своих многочисленных лет играю. джаз и больше ничем не занимался. И вообще я считаю, когда Бог кого-то на Божий свет выводит, ему дают изначально одну дорогу, которую он должен пройти. Если он этой дороги изменяет, у него обязательно будет фиаско. Вот эта одна дорога для меня был джаз. Был и есть. Вам не запрещали играть джаз? Абсолютно. Нет. Ваши родители вам разрешали заниматься, вас поддерживали? Абсолютно. Они были равнодушны к этому. Потому что они не музыканты. Но у вас музыкального образования нет, да? Ноль. Абсолютно. Дар от Бога. А вы никогда не думали, если не джаз, то какая-то другая профессия? Было у вас такое мысль? Не было. Никогда. Только джаз. Я был верен своей одной дороге. 60 лет. А 60 лет это одна полноценная жизнь. Целая жизнь, да. Что для вас наивысшее счастье? Что для вас наивысшее счастье в жизни? Наивысшее счастье свободно играть джаз с великими музыкантами. Сказал великий музыкант Ливон Волхосян. Такой я великий. Великих много. Но вы великий. Особенно в Америке. Это были блестящие музыканты. Я всех почти сюда позвал. А с кем вам не удалось сыграть? Есть такие музыканты? Ну, естественно, конечно. С кем бы вам хотелось, да? С моим учителем заочным. 60 лет. Он 25-го года рождения скончался несколько лет назад. Вот единственное, что я не успел пригласить Оскара в Ереван. О чем я очень жалею. Ну, у вас есть галстук, вы видели, который… Ну, это уже прислала его супруга Келли Питерсон, которую я все 53 диска разложил, сам сел на табурет, сфотографировался, и с хорошим армянским коньяком послал ей в Канаду. Она живет в Торонто. И, естественно, она обалдела. Говорит, столько дисков у нас нет, как вы это собрали? А почему 53? Это очень много для одного пьяниста. Потому что я собирал не только его сольные диски. Предположим, Луи Армстронг, Элла Фиджеральд поют «Порги и Бесс» Гершвина. Аккомпанирует Оскар Питерсон. Я и эти собирал, его аккомпанементы. То есть даже где он… Плюс я еще собирал джемсессионы. Как вы их нашли? Сборные концерты джазовые, в которых играл Оскар. Я эти тоже собирал. Поэтому у меня до сих пор осталось вот эти 53 уникальных… Это совершенно уникальная коллекция Оскара. Вы не хотите сделать какую-то выставку на эту тему? Нет, нет. Ну зачем? Я даю нашим музыкантам слушать это все. Те, которые нуждаются в этом. А джазовые музыканты постоянно нуждаются в совершенствовании. Особенно молодежь. Но молодых джазовых музыкантов в Армении сейчас очень много талантливейших. Да. Это и трубачи, и саксофонисты, и тромбонисты, и барабанщики, и пианисты. Это очень здорово. Вот идешь по Еревану и много очень джазовых ресторанов… Это джазовый город. Где играют хороший, качественный джаз именно талантливые музыканты. Естественно. Как они рождаются? Как они обучаются? Эту традицию я перенял у наших ветеранов, о которых я вам перечислил. И до сих пор это дело продолжаю. Почему в Армении столько именно талантливых джазовых музыкантов? Здесь какое-то обучение есть или это, не знаю, в крови может быть как-то? Как вы можете это сказать? Ну, это благодаря, наверное, и репатриантам, которые приезжали, привозили джазовые диски. Наши не только Оскаром, так сказать, занимались, но и этими дисками, и поэтому здесь здорово очень. Да. Спасибо вам за интервью. Вы потрясающий музыкант, правда. Спасибо. Когда приходишь к вам в клуб, очень чувствуется вот эта атмосфера, атмосфера джаза. Люди приходят именно послушать джаз, не просто вот в ресторан, а это чувствуется в Вене. Да, это не джаз, это натуральный джаз-клуб. Это самый настоящий, да. Поскольку я во всех странах заходил в джаз-клубы и перенимал их опыт работы, как они работают. И нигде, ни в одном джаз-клубе нету стационарного одного состава. Они все время меняются, как и у меня. А почему? Просто что-то было? Ну, оперяются и улетают. А, ну это, наверное, в любой сфере так. Да. Вот у вас ночная жизнь, да, можно сказать, у музыкантов? Да, в общем-то, да. Всегда же ночью играют. А вы рано просыпаетесь? Рано просыпаетесь вы? Я просыпаю, поскольку я 50 лет сплю в 6 утра, поскольку у меня режим такой, я в 12 часов только играю здесь, в нашем клубе. Ну, полчаса, правда, не долго, но играю. Ну, вот такой у меня режим ночной. Ну, у вас-то есть, знаете, занимаетесь ли вы спортом, держите ли вы диету, какие-то ограничения. Есть у вас такое? Никаких ограничений нет. Спортом я не занимаюсь, но занимался. Я 8 лет играл в баскетбол. Да. Очень. И в школе, и в старших классах был капитаном сборной нашей школы, Пушкинской. И в Брюссовском институте тоже играл. Ну, баскетбол и джаз окончил. Я окончил институт благодаря этим двум, так сказать, моментам. Баскетболу и джазу. Ну, у вас супруга, пятикратная чемпионка Армении, я правильно прочитала? По плаванию. По плаванию, да. Да. Это было очень давно. Но она после этого, как бросила это дело, закончила мединститут и была одним из лучших рентгенологов Армении. Да. Рентгенолог высшей категории. А дочка окончила все, что я не окончил. Что? Она композитор, пишет хорошие песни и сейчас преподает в консерватории. А какое направление? Тоже джаз у нее? Она, да, работает в джазовом. Там есть кафедра джазовая в консерватории. Она там преподает стилистику вокала и даже читает историю джаза параллельно. Так что пошла по моим ступам. По вашим ступам, да. Но она очень грамотный человек. И у нее абсолютный слух. С детства. Но у вас в джаз-клубе она не выступает? Не выступает у вас жестко? Нет. Нет. Это не семейный подряд, чтобы я приводил туда. Вот, пожалуй, все. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мне очень приятно было. Мне тоже. Мне очень приятно было. Спасибо. Мне очень приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok